МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Только после решения суда совет директоров завода «Красный Октябрь» позволил начать подачу тепла в дома поселка Металлургов. Администрация Волгограда больше не хочет сносить жилой дом на улице Тукая. Собственникам квартир помогут узаконить строение. Вопросы к правильности бюджетной политики возникли у депутатов областной думы в связи с оттоком молодежи из Волгограда. Машина подготовки первого регионального референдума набирает обороты. Документы прошли законодательный фильтр. Добро на проведение всенародного регионального референдума о времени дала сегодня Волгоградская областная дума. Никаких нарушений законодательства в документах, поступивших в избирком, от инициативной группы, обнаружено не было. Теперь инициаторам референдума предстоит собрать почти 38 тысяч подписей избирателей. И, скорее всего, в день выборов президента страны, 18 марта, жители региона смогут выбрать не только главу государства, но и время, по которому жить. Либо оно останется московским, либо станет местным. Плюс один час. Сегодня, перед тем, как прошло заседание региональной думы, депутаты приняли участие в парламентском часе, посвященном будущему бюджету Волгоградской области. Услышали много цифр и разных определений типа молекулярной экономики. И тут у некоторых народных избранников возникли вопросы к правильности бюджетной политики. Ведь, согласно последним исследованиям, большой процент молодежи мечтает уехать и уезжает из Волгограда. На мой взгляд, бюджетная политика, которая ведется на сегодняшний день в отношении сферы образования, в отношении сферы спорта, в отношении сферы молодежи, молодежи в Волгоградской, она, исходя из этих исследований, говорит о том, что, может быть, она ведется здесь совсем не так. Действительно, очень много мы сегодня говорим о развитии инфраструктуры, о повышении качества и эффективности работы наших учреждений. Но, при всем при этом, на мой взгляд, очень быстро стоит вопрос, для кого мы все это будем делать. Ситуация с саботажем старта отопительного сезона для жителей домов поселка Металурга в Волгограде сегодня счастливо разрешилась при участии представителей службы судебных приставов, прокуратуры и администрации Краснооктябрьского района. Дело в том, что 24 многоквартирных дома отапливаются от котельной предприятия «Красный Октябрь». И от собственника завода Дмитрия Герасименко, который сейчас в международном розыске, фактически зависит, будут ли открыты в срок задвижки в тепловой камере. Многочисленные обращения районной администрации к совету директоров завода «Красный Октябрь» с просьбой начать подачу теплоносителя, как и положено, к середине октября, услышаны не были. Пришлось задействовать прокуратуру совместно с администрацией. Было подано исковое заявление в суд. На основании обеспечительных мер данного искового заявления завод был понужден к пуску тепла. Сегодня, после того, как решение суда довели до гендиректора комбината «Красный Октябрь», тепло в дома поселка Металурга впустили. На основании решения совета директоров в данный момент осуществляется подача тепла на поселок Металурга. Думаю, что все будет хорошо у людей. И зима пройдет, да, без лишних. Скандальная история с попыткой администрации Волгограда лишить квартир и выселить жильцов дома номер 11 по улице Тукая сегодня получила позитивное продолжение. Еще в 2014 году по иску чиновников отличный новый дом суд постановил снести, не привлекая к процессу собственников, хотя люди уже владели квартирами на законных основаниях. Когда пенсионеры и семьи с детьми попытались добиться права оспорить судебное решение, им было отказано. К вчерашнему заседанию в Дзержинском районном суде, где решался вопрос о выселении людей из дома на Тукая без предоставления им другой жилплощади, уже было приковано внимание волгоградских и федеральных СМИ. Однако представители из ЦАА администрации Волгограда на заседание не пришли, и дело было оставлено без рассмотрения, а с дома снято обременение. По сути дела это означает, что со стороны администрации, со стороны людей достигнуто некое взаимопонимание, и выяснилось, что беспреспективно продолжение движения иска о выселении людей, а стороны пришли к тому, что необходимо каким-то образом разрешать ситуацию, сложившуюся с людьми этому дому. Сегодня стало известно, что в мэрии Волгограда намерены предпринять меры по узакониванию дома на улице Тукая, 11. Будет создана рабочая группа и проведен ряд экспертиз. Таким образом, в мэрии косвенно подтвердили, что не будут настаивать на выполнении решения суда о сносе дома. Новый концертный сезон Волгоградская областная филармония начала под руководством нового директора. Возглавлять учреждение культуры будет Станислав Малых. Его предшественница Светлана Матова перешла на работу в региональный комитет охраны объектов культурного наследия. Коллектив филармонии пережил нервный организационный период, связанный с аттестацией, инвентаризацией, кадровыми переменами. И сейчас упор будет делаться на реализацию творческих планов. Задачи определены, поставлены. Теперь остается только трудиться, совместно с творческой частью формировать новые программы, заниматься их популяризацией. Филармония – это был бренд города, бренд области. Новый директор филармонии имеет опыт руководящей работы Волгоград-концерте и музыкальном театре. Сам является блестящим музыкантом и вокалистом. Песня «Сталинград» в исполнении Станислава Малых давно полюбилась патриотом города-героя. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok